Сегодня на установке я сказал футболистам, что надо отдать долг «Жемчужине» за первую игру. За начало чемпионата, потому что тоже мы попали в такую ситуацию, что проиграли не совсем заслуженно. Поэтому хотели отыграться, хотели победить. Сказали ребятам, что будем во втором тайме усиливать, делать замены для того, чтобы освежить игру. Понимали, что будет нелегко. И где-то в первом тайме, наверное, до гола играли хорошо, а после гола где-то психология у нас чуть-чуть хромает. И надо над ней работать, потому что все возможности футболиста, начиная от приема мяча и передать, все это идет от головы. И где-то переживания, наверное, за результат, переживания за место в турнирной таблице, где-то не давало футболистам играть раскованно, размашисто, так как получилось во втором тайме. И бояться, бояться брать на себя, бояться пробить. И вот постоянно мы над этим работаем, ну, очень сложно. Не получается выигрывать, в принципе, мы должны были еще и с той же Волынью, и с Горняком Спорт, и... В прошлом домашней игре, ну, моменты были, надо их реализовывать. Но сегодня реализовали, жаль, что не дал арбитр пенальти, который был, жаль, что несколько раз остановил. Был фон, можно было дать играть, и, в принципе, можно было. Хотелось, как бы, реабилитироваться перед своими болельщиками и забить около семи. Как бы, в перерыве мы встретились с Сергеем Анатольевичем Кантером в туннеле, и он говорит, было бы неплохо сделать разницу. Ну, самое главное было, уже сейчас, мы понимаем, самое главное выиграть, в первую очередь. А второе, это понятно, что хотелось забить побольше, порадовать наших немногочисленных болельщиков. И, как бы, реабилитироваться за тот результат, который произошел, за это несчастье. Ну, ждем уже на следующую домашнюю игру наших «Ультра», с которыми у нас была встреча на днях. И мы договорились, что они возвращаются на трибуны и будут гнать команду вперед, болеть за нее и поддерживать, как это было раньше. Я думаю, что это будет, как бы, дополнительный плюс для того, чтобы футболисты старались показать себя и полностью отдавались на футбольном поле. Кого можете выделить в составе команды за сегодняшний матч? Ну, у жичек, давай, мы так понимаем, повреждения, поэтому мышцы, наверное, за пару недель вылетят. Ну, я думаю, что надрыва нет, скорее всего, это напряжение. Я думаю, что доктора справятся с этим, ну, будем надеяться, по крайней мере. Ну, а так, я думаю, думаю, наверное, все-таки Ковалев, может, это была его и не лучшая игра, но все-таки два гола забил. И я думаю, что все-таки, наверное, ему лучшего. Ну, неплохо вышел по повровому, тоже поучаствовал, но и Галах, и Рогозинский, и Валера, как бы радует, что они набирают свою оптимальную форму и помогли сегодня команде в втором тайме сделать результат. А какие цели остаются у команды до конца текущего года? До конца? Ну, цели, как бы, понятно, выигрывать в каждой игре. Стараться, по крайней мере, выигрывать. Ну, и уже думать над тем, чтобы зимой усилиться, продлить с футболистами контракты с теми, кто нам нужен для того, чтобы летом мы не оказались в той же ситуации, как каждый год, когда у нас уходит по полкоманды. И мы потом пытаемся за две недели, три летнего перерыва собрать новую команду, и чтобы с ней еще куда-то взлететь, подняться, и чтобы вообще были какие-то цели. Поэтому зимой это в первую очередь то, что нам сейчас не хватает заложить функциональную подготовку, пройти хорошие сборы, наиграть команду, потому что мы ее наигрываем в чемпионате, мы ее пытаемся как-то подтянуть функционально в чемпионате. В общем, так никто не делает, это только в нашем случае, поэтому уже надо сейчас ее доукомплектовать и продлить контракты для того, чтобы летом у нас была уже готовая команда, и мы начали чемпионат так, как надо, а не так, как получится. Спасибо. Спасибо.